Теперь, рассмотрим вопрос, который сейчас иногда говорится. Можно услышать такие фразы, например, Авраам был великий каббалист, или Моисей был великий каббалист. Такие фразы являются абсолютной чушью, просто бредом. Потому что человек, который их говорит, не понимает вообще, что такое великий каббалист. Авраам был проотец. Проотец это на класс выше, чем пророки. Поэтому Моисей, который был самым великим из пророков, не дотягивал до Авраама, Исхака и Якова. Потому что из пророков Моисей был самым великим. Но проотцы это просто другая категория, чем пророки. В принципе, другая категория. Так что Авраам был также и пророком. Но это было вторично для него, потому что он был пророком. В первую очередь был проотцом. И это совершенно просто уровень, превосходящий все уровни пророков. И поэтому, хотя Моисей был самым великим из всех пророков, но не дотягивал до Авраама, Исхака и Якова. Когда в Таре написано, там есть такое место, сказано, Моисей был самым кротким из всех людей, которые на земле. Ну, самым смиренным, да, из всех людей, которые на земле, в книге Бомедбар. А Медляш говорит, из всех людей, которые на земле, то есть в смысле, которые жили в то время. А Авраам и Царь и Яков, конечно, были несомненно круче на порядок. То есть, понятие «протец» это просто настолько выше, чем пророк, что просто даже Моисей, великий из пророков, конечно, не сравнен ниже Авраам и Царь и Якова. Кстати, а кто выше Авраама и Хакаякова? Конечно, выше Адам. Адам был первый человек. Он был просто на порядок выше, просто по категории другой, чем пророков. Потому что они пророков еврейского народа, а он пророков человечества. Это совсем другая категория, абсолютно. Теперь, дальше. Ниже пророков находятся пророки. Теперь, ниже пророков по категории просто находятся мудрецы Талмуда. Поэтому какой бы ни был мудрец Талмуда, самый великий мудрец Талмуда, он никак не дотягивает ни до какого самого слабого из пророков, так сказать. Потому что пророков просто категория выше, чем мудрецы Талмуда. А все каббалисты, самые великие, это ниже уровень, чем мудрецы Талмуда. Поэтому, каким бы ни был человек великим каббалистом, он никогда не дотянет до уровня мудрецы Талмуда. А они не дотянутся до уровня пророков, а они не дотянутся до уровня прораций. Поэтому сказать, что Авраам был великим каббалистом, это оскорбить Авраама. Это не значит, что Авраам не мог написать... Это вопрос, как был, с кем написал ли Авраам книгу Сефа и Цера. Это не значит, что Авраам не мог написать Сефа и Цера. Это значит, что Авраам не знал каббалы, так сказать. Конечно, знал, но просто это не было сущностью, это не было самым важным. Это было десятая, так сказать, запятая в тем, кем он был. И также пророки. Сказать, что Моисея был великим каббалистом, это, в общем, то, что встречается. Вот Тара, он написал Моисея, он великий каббалист. А так он еще Таро написал заодно, он вообще великий каббалист. Просто вообще не понимает, что вообще к чему. Потому что Тара, сама Тара, при своему влиянию на мир, по своему подругу она построила цивилизацию, это просто на бесконечный порядок выше, чем каббала. Каббала – это только малюсенькая часть Тары. Сама Тара, Тара вообще создала западную цивилизацию. Каббала – это небольшая приправа к западной цивилизации. Но Тара-то фундаментально, а Каббала – опционально. А разве Каббала и Тара – это не одно и то же? Конечно, Каббала и Тара не одно и то же, конечно. Это более высокий уровень. Еще раз объясню, еще раз объясню. Что касается прочтения Тары. У Тары есть, прежде всего, Пшат. Пшат – это его прямое прочтение текста Тары со всеми заповедями, со всеми историей створения мира, со всем пониманием, что такое человек, что такое Бог, как это соотносится. Вот этот Пшат Тары в самом простом варианте послужил основой всей западной цивилизации. Пшат – это слово Пашут – это и есть прямой смысл текста. Вот прямо чего написано. Ну, это не прямо шмаут, то есть, надо, что там, идиом, конечно. Когда написано «Око за око», значит, надо выдавать глаз. Но в самом простом, прямом прочтении на нем базируется весь закон еврейский. Только на Пшате. На нем базируется все восприятие мира западной цивилизации. И христианство, и слава на нем базируется. В этом смысле этот Пшат, он повлиял на историю человечества невероятно, и создал такую величину, так сказать, духовности, которой никакая Каббала даже близко вообще не подходит к ней. Теперь, и это, конечно, просто самая главная основа вообще существования. Теперь, существуют другие уровни – ремы, сдаш и сод. Это разный намек, углубленные толкования и тайна. Таин, это обычно считается Каббала. Это прочтение очень важно. Но оно дополнительно. То есть, его уровень духовности меньше, чем уровень Пшата. Пшат обладает несовременно большим уровнем. Не потому что он может дать не очень корректное высказывание, я сказал бы, что Каббалает силой несовременно большей в духовном плане. Потому что он создал цивилизацию, а это просто фундаментальная вещь. А Каббала сегодня дописывает и озвучки к этой цивилизации. Она ее украшает, она ее добавляет. Чтобы еда не была слишком пресной, ее можно перцем посыпать. И тогда она будет вкуснее. Но мы не едим перец. Тот, кто будет ложками жевать красный перец, или черный, он просто сожжется. Поэтому основа – это еда. А это добавление. Как, например, классическое описание – это вода и вино. Шепшат – это вода, а Каббала – это вино. Вино несовременно более тонко, интеллектуально, чувственно и так далее. Но без воды мы умрем от жажды. Потому что важнее для цивилизации – вода или вино? Ответ, конечно, – вода. Потому что на воде цивилизация стоит, а вином она украшается. И в этом плане, это, кстати, последний пример с перцем. Это как бы я с моим примером, но вода и вино – это просто классические примеры иудаизма. Поэтому, конечно же, прямой смысл Тары со всеми ее историями. Он обладает духовной энергией, просто феноменальной, несовнимой ни с каким каббалистическим изрукованием. Опять-таки, Каббала нам помогает сегодня пройти что-то лучше, понять что-то лучше, увидеть лучше. В этих рассказах какие-то новые уровни, не снимая их. Рассказы никуда не деваются. Мы просто начинаем их получше понимать. Мы лучше понимаем, что там происходит, какая динамика. Но сам рассказ вовсе не становится оберткой, в которой завернуто что-то, так сказать, важное. Не подумайте, что голова – это конфетка, а она фантик завернута просто, чтобы не пачкала. А фантик – это пшат. Ничего подобного. Главная энергия в пшате, в хаббале, в соде и вреде дополнительное. Он написал для Авраам книгу Сефр-Юцера. Значит, еврейская традиция говорит, что Авраам сочинил книгу Сефр-Юцера, а написал ее рабе Акива. То есть, заведомо, что Авраам не писал Сефр-Юцера. Теперь, знал ли Авраам Сефр-Юцера или Моисей? Ответ. На их уровне это не было отдельной наукой, отдельной частью, это не было отдельным знанием. Это естественно входило во все остальное. Как у пророка, все понимание входит естественным образом. Это интегральное. А дальше она детализируется. Об этом есть совершенно замечательная Агада, которую просто надо, конечно, обязательно знать. Агада такая, Талмуд пишет, про школу рабе Акивы. И Моисей в некоторый момент попадает в школу рабе Акивы. Я пропускаю там всякие детали, что происходит, чтобы вас не звучать слишком. Моисей сидит на задней партии в школе рабе Акивы, и рабе Акива толкует Тару. И толкует коронки над буквами. То есть буквы, есть буквы, есть коронки, он обещает, что за этой коронки смысл такой-то, а здесь смысл такой-то, а здесь вот так-то, а здесь логика такая, а здесь логика другая. Это человек гадает, это Талмуд, да? Моисей, говорится, сидит и ничего не понимает. Тут рабе Акива спрашивает один из учеников, а откуда, рабе, скажите, мы все это знаем? Он говорит, это Тарадо, шедшая к нам от Моисея. Смысл следующий, это ягоды. На уровне Моисея это все существует интегрально. На уровне Моисея не требуется логика, чтобы что-то вывести. На уровне Моисея понимание очевидно и так, без того, чтобы навешивать это на коронки, на буквах. Но рабе Акива настолько отошел, что общий интегральный, интуитивный, очевидностный взгляд должен был быть формализован в детали. Поэтому рабе Акива преподавал логически. Поэтому он преподавал соответствующие выводы, как и почему, и какие коронки звуками как влияют. Он тоже самое пересказал, но он превратил интуитивное, непосредственное восприятие в формализованную систему. И вот это сделал только Талмуд. На уровне Моисея этого нет. Поэтому, когда Моисей слышит эту детализацию, он его не понимает. Точно так же, как художник рисует картину. И он действительно придумал и нарисовал. А потом приходит искусствовед. И начинает объяснять, как и почему художник это сделал. И художник сидит и ничего не понимает. Потому что для художника это совсем иначе. С его стороны художника он ее чувствует. А не потому, что это влияние такого-то, и влияние такого-то, и такая-то идея, наше следующее символическое воплощение. Художник это не искусствовед. Если он думал так бы, он не был бы художником. Он должен думать интегрально и интуитивно для того, чтобы это создать. Но потом приходит искусствовед и откладывает по полочкам. Искусствовед создавать не умеет. Он может откладывать по полочкам. Поэтому на уровне художника это не нужно и непонятно. А на уровне слушателей, которые не обладают умением прочувствовать художника, это абсолютно необходимо. Потому что им это даст большее понимание. Вот этим и занимается Каббала. То есть Каббала выделилась в отдельное направление только во времена Талмуда. До Талмуда это вообще Каббала не было отдельным направлением. Потому что не значит, что Авраам написал Сеффер и Цера. Это будет неверным просто. Авраам, просто она, Сеффер и Цера, приписывается Аврааму. Потому что его идеи нашли там воплощение. Не потому что написал этот текст.